Здравствуйте! Новости образовательного мира на телеканале Просвещение представят я, Сергей Бойко, и мои коллеги по медиакарте Высшей Школы России в информационной программе «Наше время». Сегодня Агентство стратегических инициатив и Московская школа управления Сколково презентовали результат совместного труда. Атлас новых профессий. Этому предшествовали уникальные для России масштабные исследования «Форсайт компетенции 2030». Подробности у Ксении Малеженковой. Как стать востребованным специалистом и обеспечить себе финансовое благополучие? Специалисты Московской школы управления Сколково нашли нестандартный ответ на этот вопрос. Совместно с Агентством стратегических инициатив они создали атлас новых профессий, пошаговую индивидуальную инструкцию для достижения профессионального успеха на ближайшие 20 лет. Атлас разбит на две части. В первой его создатели, изучив ситуацию, определили самые перспективные специальности – востребованные. Мы просто пытаемся как раз вот этим атласом, констатировав то, что эти изменения объективны, носят радикальный характер и приведут к существенным социальным сдвигам, подготовить подрастающее поколение сегодняшних абитуриентов, или завтрашних, или послезавтрашних, к тому, чтобы смягчить вот этот социальный сдвиг, смягчить переход на новую социальную структуру и на новую структуру профессиональных кадров рынка труда. Были рассмотрены как те отрасли, которые будут существовать в любом случае, например, медицина, так и относительно новая сфера – биотехнологии, робототехника, IT-сектор. В общей сложности эксперты подобрали 132 перспективные профессии. Во второй же части атласа перечислены уходящие специальности. Что касается умирающих профессий, то здесь их уже 30 видов отмечено, но среди некоторых из них это профессия турагента, которая наверняка вам близка, как только вы, все больше и больше людей, думая в последний момент, где же привезти Новый год или куда поехать на летний отдых, они не идут в офис, как это было еще 5 лет назад. Они выходят на специальные сайты в интернете, где перед ними есть гигантский набор вариантов под любой бюджет, и очень быстро все бронируют, выбирают. Таким образом, по нашим прогнозам, уже через 5 лет до 2020 года профессия турагента, как массовая, уйдет с рынка. По мнению экспертов, до 2020 года исчезнут такие профессии, как копирайтер, библиотекарь и сметчик. Благодаря атласу молодые специалисты уже сейчас могут определиться запасными вариантами или возможностями быстрой переквалификации. С 17 февраля атлас доступен для скачивания на сайте ОСИ, а в дальнейшем для этого сборника планируется разработать полноценный сайт. По словам создателей, пока выпущена первая редакция, еще не полная. Работа над проектом продолжается. Ксения Малеженкова, Илья Титов, телеканал Просвещение. Следующая новость для выпускников 9 классов. Министерство образования и науки России подготовило расписание государственной итоговой аттестации в 2014 году. В соответствии с предложением ведомства, ГИА по русскому языку предполагается провести 6 июня, а по математике 31 мая. Экзамены по обществу знанию, химии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям будут проводиться 28 мая по истории, географии, биологии, иностранным языкам и физике 3 июня. Для тех, у кого нет возможности по уважительным причинам пройти ГИА установленные сроки, экзамены предполагается проводить с 21 апреля по 17 мая. Для тех, кто будет сдавать ГИА повторно, экзамены организуют 10 июня по географии, химии, литературе, истории, физике, иностранным языкам, обществознанию, биологии, информатике и ИКТ. 16 июня по русскому языку и математике. Экзамены будут начинаться в 10 часов утра. Их продолжительность по математике, русскому языку и литературе, согласно проекту, составит 3 часа 55 минут, по физике, обществознанию, истории и биологии 3 часа, по географии и химии 2 часа, по информатике и ИКТ 2,5 часа, по иностранным языкам 2 часа 10 минут. Новости участников медиакарты Высшей школы России. На первом в новом году заседании Тюменской областной думы проректор Тюмгу Валерий Гамукин вручил благодарственное письмо председателю регионального парламента Сергею Карипанову. Это своего рода признание заслуг членов областного законодательного собрания в повышении культурного и образовательного уровня населения. Подробности в сюжете наших коллег. Тюменский государственный университет является официальным партнером фонда поддержки языковой культуры граждан, который более 10 лет проводит акцию «Тотальный диктант». В 2013 году Тюменская областная дума стала одной из площадок для проведения «Тотального диктанта» в Тюмени. От имени ректора Тюменского государственного университета Валерия Фолькова проректор Валерий Гамукин поблагодарил председателя думы Сергея Карипанова, аппарат думы в лице Андрея Емельянова, а также депутата думы Сергея Козлова и председателя союз журналистов Тюменской области Владимира Кузнецова за поддержку гуманитарных инициатив университета, направленных на повышение интереса граждан к русскому языку и культуре нашей страны. Кстати, в наступившем году, который объявлен в России годом культуры, сотрудничество сторон будет еще более крепким и плодотворным. В годовщину падения Челябинского метеорита в Геологическом музее Уральского государственного горного университета открылась одна из самых обширных экспозиций его осколков. Некоторые фрагменты небесного гостя были найдены в экспедициях, а некоторые переданы музею из частных коллекций. Ученые Геологического музея Горного университета побывали на месте падения Челябинского метеорита 8 раз и отмечают, что это ни с чем не сравнимое ощущение. Главное научиться отличать метеорит от обычных камней. Как это сделать, расскажут на выставке в Геологическом музее. Для особо любознательных посетителей подготовлены микроскопы и бинокуляры, где каждый желающий сможет изучить микростроение метеоритного вещества, возраст которого составляет 4,3 миллиарда лет. Своими глазами увидеть хондры в структуре метеорита. Жемчужные коллекции, фрагменты лунных и марсианских метеоритов. В Уральском регионе они представлены впервые. С началом работы выставки стартует конкурс рисунков и демотиваторов на тему падения Челябинского метеорита. Главный фриз – фрагмент метеорита Челябинск. А вот студенты Южноуральского госуниверситета каждый февраль, как настоящие купидоны, соединяют влюбленные сердца. В этом году активисты приборостроительного факультета решили не прерывать добрую традицию и провели студенческую свадьбу для всех желающих. Как это было, смотрите в сюжете наших коллег из ЮРГУ-ТВ. Свадебная арка, стол для регистрации и обручальные кольца. Второй этаж главного корпуса буквально за считанные минуты превратился в помещение настоящего ЗАГСа. Большинство студентов пришли со своей второй половинкой. Некоторым же пришлось искать счастье прямо во время праздника. Процедура регистрации брака на студенческой свадьбе очень проста. Нужно всего лишь дождаться своей очереди, расписаться в специальном бланке и обменяться кольцами со своей второй половинкой. Люди приходят регистрировать свой брак. По своему опыту я понял, что они просто пришли, расписались, ушли. То есть они просто регистрируют свою любовь. Три года назад Гена и Зарина стояли в такой же очереди на регистрацию брака. Причем в тот момент они были едва знакомы. Тогда ребята даже и подумать не могли, что эта встреча станет для них судьбоносной. Недавно Гена сделал Зарине предложение, а совсем скоро они сыграют уже настоящую свадьбу. Каждый вечер свадьбе мы снова женимся, так сказать, чтобы обновить наши чувства, нашу любовь. Всего в студенческом ЗАГСе было зарегистрировано 25 пар. Возможно, для кого-то это просто способ небанально отпраздновать День Святого Валентина. Но кто знает, может быть, для одной из пар это станет началом истории любви. А в Дальневосточном федеральном университете отметили праздник фонарей, который во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона знаменует собой окончание длительных новогодних торжеств по восточному календарю. Инициаторами и организаторами праздника в стенах Азиатско-Тихоокеанского клуба Владивостока выступили студенты и преподаватели кафедры Тихоокеанской Азии, школы региональных и международных исследований. Выставка фонарей, конкурс рисунков, состязания по каллиграфии. На празднике звучали стихи и песни на восточных языках. Не обошлось и без угощений, которые по традиции должны стоять на праздничном столе в этот день. Напомним, в настоящее время в Дальневосточном федеральном университете обучается свыше 1300 иностранных студентов, большинство из которых прибыли в Приморье из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В СПБГУ прошли зимние Олимпийские игры. Так называется квест, в котором приняли участие студенты, сотрудники, а также старшеклассники и их родители, пришедшие на день открытых дверей СПБГУ. Квест состоял из двух этапов по 10 загадок, так или иначе связанных с университетом, его историей, архитектурой, знаменитыми выпускниками и учеными. В квесте приняли участие более 100 человек. Для гостей, которые не участвовали в соревнованиях, а также болельщиков, организаторы подготовили развлекательную программу. По окончании квеста состоялась церемония награждения победителей и вручения подарков. Это все новости на сегодня. Завтра свежая порция на телеканале Просвещение в привычное время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин